Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи актуальна для очень многих слушателей. Синдром хронической усталости. О том, что это такое, как с этим бороться, мы поговорим сегодня с гостями программы, членами Вятского интеллектуального клуба, профессиональными врачами Владимиром Викторовичем Шубиным, директором Кировского медицинского колледжа. Добрый день. И Сергеем Николаевичем Шипицыным, заведующим отделением рефлексотерапии клиники «Совермет». Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день. В статистике в США с синдромом хронической усталости страдают около 0,01% населения. В Австралии показатель заболеваемости выше 0,37% населения. По России данные, к сожалению, мне найти не удалось. Отмечу также, что Всемирная организация здравоохранения не признает данное состояние как болезнь. И вот что мне здесь интересно, может быть, в качестве, так сказать, такого первого вопроса. Вот очень многие люди жалуются на то, что они находятся в постоянной усталости, хроническая усталость. Ну, чуть ли я не знаю, половина моих знакомых всех какого-то усталости находится. А статистика-то какая-то мизерная, если уж на то пошло. Не 55%, там сотыми процентами объясняется. Может быть, вот, уважаемые коллеги, вы объясните все-таки, что такое синдром хронической усталости? Раз. И почему такая низкая статистика выдается по нему? На что жалуются-то наше население? Кто начнет? Давайте, Владимир Викторович, вы. Спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, тема, которую мы обсуждаем, интересная и актуальная, на мой взгляд. Вот не случайно на передаче присутствуют представители здравоохранения, поэтому речь-то пойдет о болячках, о болезнях или состояниях, которые присутствуют как нездоровье. Вот вначале я хочу пояснить и несколько расставить акценты на чем? На том, что есть такие понятия, как симптом или признак какого-то заболевания или состояния. Второе. Синдром – это набор симптомов или признаков, которые определяют болезнь или патологическое состояние. И есть термин «заболевание». Это термин несколько шире. Он может включать в себя несколько симптомов, синдромов, или, может быть, заболевание и синдром по своему значению равны. Вот примерно так. Что касается синдрома хронической усталости. Еще в народе есть такие термины, как утомление, усталость, упадок сил, астения. Со всеми этими терминами мы встречаемся и обсуждаем активно. То есть это не одно и то же? Это примерно одно и то же. Но я хочу сказать вот о чем. Ведь у каждого заболевания или состояния есть какие-то признаки. О чем мы должны речь вести? О том, что у синдрома хронической усталости такой термин присутствует и такое понятие есть. Какие есть симптомы, признаки? Это мышечная слабость, мышечные боли при незначительной физической нагрузке. Одышка, расстройство сна, снижение или отсутствие аппетита, эмоциональная лобильность, неустойчивость, головные боли, нарушение концентрации внимания, снижение мотивации, памяти и так далее. Но возникает вопрос, признаков много, симптомов много, но ведь такие симптомы присутствуют при ряде заболеваний. Так я хочу сказать о чем? О том, что прежде чем рассуждать о синдроме хронической усталости, надо нам сделать четкий акцент и сначала разобраться. И в первую очередь исключить серьезные соматические заболевания. Потому что такие симптомы встречаются у ряда заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, с онкопатологией, в том числе с заболеванием системы крови, заболевания сердечно-сосудистой системы, мышечной системы, эндокринной системы. А после того, как мы провели вот такое разграничение, исключили серьезные заболевания соматические, тогда уже можно вести речь и какие-то рекомендации давать по помощи при синдроме хронической усталости. То есть правильно ли я вас понял, что вот такая низкая статистика по синдрому хронической усталости связана именно с тем, что этими же признаками обладают и другие заболевания? Это во-первых так, а во-вторых, если у нас такого заболевания в классификации, международной классификации болезни нет, то соответственно и статистика по синдрому хронической усталости не ведется. А в России то есть такое или нет? В России такого заболевания нет в классификации статистической. Хорошо. Сергей Игоревич, вы что-то захотите добавить или перейдем к следующему вопросу? Да, я немножко добавлю. Ну, во-первых, давайте еще раз определимся, самоопределение. То есть синдром хронической усталости – это быстрая утомляемость и снижение работоспособности на 50 и более процентов у ранее здоровых людей, которое длится не менее 6 месяцев. То есть мы некие критерии, что это такое, обозначили. Действительно, очень много людей и пациентов приходит с жалобами на утомляемость, снижение настроения. Очень, действительно, практически каждый пациент это ощущает. Но дело в том, что тут именно мы акцентируем, что это длительное состояние, которое длится месяцами. Таких пациентов, на самом деле, немного, то есть полностью истощенных. И почему еще? Мала такая статистика. Ну, наверное, так устроено, что у нас люди не привыкли жаловаться. То есть как отдельное состояние, что, мол, я устал, то есть так очень редко человек с такой жалобой обратится. Чаще всего будут это либо боли, либо какие-то другие симптомы, которые его тревожат. А утомляемость – это расцениваться как некое естественное состояние, ну, устал и устал. То есть многие даже этого не замечают. Они выполняют тот же перечень задач жизненных, сами того не понимая, что уже подыстощены. И я это вижу, потому что я пациентов мониторю на комплексе компьютерной диагностики. И вижу их ресурс – эмоциональный, психологический, биоэнергетический, физиологический. И скажу вам, что более половины пациентов, которые не жалуются даже на какую-то усталость, они истощены. То есть огромное количество вообще граждан, нас с вами, находится в состоянии на награни. Может, это нельзя назвать синдромом хронической усталости, но пограничное состояние. И поэтому такая высокая подверженность стрессам, инфекциям, поэтому, может быть, такая плохая переносимость вакцинации. То есть многие жалуются потом на осложнение. Давайте все-таки определимся с терминологией. Итак, берем Всемирную организацию здравоохранения. Здравоохранение такого заболевания не признается. Берем, значит, западные страны, это заболевание признается, но крайне, ну, как бы оно нечастое, скажем так, редкое. И тем не менее, мы с вами, вот вы в своей практике сталкиваетесь с тем, что очень многие люди быстро утомляются, и таких людей немало. Ну, что греха-то ведь я могу себя отнести к таким людям, вот. Так все-таки, чем мы болеем, или чем мы страдаем, или что это такое, что это, если это не синдром хронической усталости, то что это? Ну, поскольку я занимаюсь рефлексией терапии, в восточной медицине есть такой термин, синдром дефицита энергии, дефицита ци, как они его называют. То есть это гораздо такое более широкое понятие, оно не привязано именно там к срокам, к шести месяцам. Но описывается как, действительно, многие признаки из него повторяются, то, что мы с вами сегодня говорили. Но определяется, вот я несколько признаков скажу, чтобы наши слушатели отметили у себя, вот этот, есть ли этот синдром, потому что, если он есть, то следующая стадия, возможно, как раз и будет синдром хронической усталости. То есть более длительное, статичное состояние, из которого, скорее всего, человек сам уже не выйдет. А вот на этой стадии синдрома дефицита энергии, как раз и надо принимать меры, чтобы, возможно, самостоятельно выйти и не допустить вот этой крайней точки. Ну, давайте, послушайте, пожалуйста. Человека бросают пот после незначительной физической нагрузки. У человека тихий голос. Часто подавленное настроение. Часто простуды. Причем, которое проходит с невысокой температурой субфибрильной 37-37,5 и нередко заканчиваются осложнениями, где там бронхитов, трахеитов, пневмоний и так далее. Плохая адаптация к социуму. Конфликтность. Забывчивость. Бессонница. Потливость без видимых причин или потливость при незначительной физической нагрузке. А дышка при подъеме на пятый этаж. Нет чувства защищенности. Ощущение того, что близкий человек оставит, бросит. Часто снятся кошмары. Полнота и при этом слабость. Тяга к сладкому. Выходные такие люди часто предпочитают провести на диване, поспать, отдохнуть. Да и вообще с утра встают очень тяжело. Долго лежат в кровати, не могут проснуться. В транспорте, в общественном нередко у таких людей бывает головокружение. Робкость, тревожность, нежелание выступать на каких-то общественных мероприятиях. То есть, в общем-то, признаки, которые никак вроде и не связаны. А можно я вас чуть-чуть перебью? Вот эти признаки, они все должны быть в комплексе? Или какие-то из них отдельные признаки уже характеризуют синдром дефицита энергии или синдром усталости? Или это все в комплексе разом должно быть? Ну вот из того, что я назвал, сюда еще можно добавить снижение аппетита, снижение либидо. Ну, примерно около 20 признаков я назвал. Считается, что если 10 и более признаков у человека есть, то это уже значительное снижение энергии. Если 5-10, это просто снижение энергопотенциала. Ну, вы понимаете, признаки-то неравноценные. И, ну, как бы так вот, 10 признаков, легких признаков или тяжелых признаков. Ну, хорошо, давайте мы дадим другому специалисту слово, Владимир Викторович. Как вот, на ваш взгляд, как вы... Уважаемые друзья, я хотел бы более конкретно ответить на вопрос. Вот, что касается международной классификации болезней. Да, такой документ существует. Десятый пересмотр НКБ-10. Я еще работал в свое время с НКБ-9, сейчас НКБ-10. В этом документе международной классификации болезней перечислены все практически заболевания, с которыми мы встречаемся. Их очень много. Ну, что эта классификация дает нам? Ориентироваться в названиях заболеваний, чтобы у каждого, в каждой стране были единый подход, единое наименование заболевания. Поэтому можно какую-то вести стоящую отчетность, рассчитывать объем медикаментозной помощи или помощи, которая необходимо оказать при той или иной патологии и выработать единые принципы лечения. Так вот, в этой классификации заболеваний, такого как синдром хронической усталости, я уже повторюсь, есть. Но есть сходные заболевания, которые можно интерпретировать как синдром хронической усталости, например, как синдром утомляемости после перенесенной вирусной инфекции. И вот, по большому счету, клиническая картина будет вписываться. Вот два последних года мы с вами работаем в ситуации, когда у нас и лечим, и занимаемся оказанием помощи при такой инфекции, как COVID-19. И сейчас уже разработаны методические рекомендации по реабилитации таких больных, которые перенесли COVID-инфекцию. И вот появился термин «постковидный синдром». А клинические проявления постковидного синдрома, они тоже похожи на те, которые бывают при синдроме хронической усталости. Я вот прочитал в литературе, что, ну, так сказать, научные исследования на Западе приводят данные о том, что женщины в три раза чаще сталкиваются с синдромом хронической усталости. Как можно вообще прокомментировать или интерпретировать эти сведения, Сергей Николаевич? Ну, я считаю, что женщины, в принципе, чаще обращаются к специалисту, потому что они беспокоятся о своем здоровье. Вот на практике я хочу сказать, что мужчин, в общем-то, гораздо, ну, как минимум не меньше. Но, еще раз говорю, что женщина просто больше может обозначить то или иное состояние и пожаловаться с тем, чтобы исправить ситуацию. Мужчина будет терпеть до последнего и таких жалоб не предъявит. Хотя, еще раз говорю, на практике мужчин, я видел, по крайней мере, в своей практике не меньше. И еще хочу заметить, что возраст таких пациентов относительно молодой, от 25 до 50 лет. Опять же, почему? Потому что возраст активный, возраст, в котором человек работоспособен, в котором активно себя реализует в социуме. И вот эта многозадачность, семейные задачи, социальные, карьерный рост, адаптация социальная, она ведет к тому, что действительно человек нередко сталкивается с большим количеством задач. И, если интенсивность их высокая, то просто организм, длительное время испытывая такие нагрузки, не справляется и ведет к истощению психическому, физическому и, как следствие, тем признакам, о которых мы с вами говорили. Я думаю, что именно поэтому, вот именно молодая группа населения более подвержена. Причем люди более ответственные, более старательные, что ли, этим страдают, которые именно переживают за результат, которые стремятся качественно выполнить свои обязанности. Ну вот вы говорите, что молодые люди, там от 25 до 50 лет, я уже не знаю 50 лет, насколько молодые люди, ну ладно. Но в 2016 году британские ученые опубликовали исследование, согласно которому подростки в Великобритании примерно в 200 раз чаще подвержены синдрому хронической усталости, чем взрослые. Подростки это все-таки где-то до 14 лет, я так понимаю, эта группа, да? Почему дети подвержены заболеваниям хронической усталости больше, чем взрослые? Владимир Николаевич, вы? Я, наверное, продолжу уже мысли Сергея Николаевича и вашу, собственно, первое. Действительно, женщины болеют чаще по статистике. Вот я встретил в литературе такие данные, что до 4 раз чаще, чем мужчины. Ну, связано с это определенное, с гормональным фоном, с особенностями женского организма. Раз, ну и абсолютно поддерживаю Сергея Николаевича в том, что вот женщины – это пациенты, которые более дисциплинированы, более ответственны, относятся к семье и к своему здоровью, потому что последствия абсолютно разные, а мужчины, они склонны как-то уйти в себя, и, может быть, вот эти проблемы, которые возникают у них именно-именно вот с хронической такой усталостью, где-то, может быть, использовать нетрадиционно такие моменты, как алкоголь, прием сладкого и так далее. Мне кажется, алкоголь или сладкое – это как раз традиционные моменты выхода. Чтобы уйти от этих проблем. А что касается подростков, вот действительно такая статистика существует, но здесь вот каких-то определенных, определенной связи я бы не нашел. А причины абсолютно те же самые, вот я считаю, что это вирусные инфекции, раз подростки, как правило, находятся в каких-то организованных коллективах, это школа или колледж, там вирусы абсолютно присутствуют, и они функционируют и фильтруются в этих ограниченных коллективах. Потом дезадаптация, слабые физические нагрузки, которые сейчас есть у подрастающего поколения, ну и увлеченность компьютерными играми, гаджетами. И вот если в комплексе это все рассматривать, то, скорее всего, и статистика, которая подтверждает приверженность к такому синдрому усталости, у подростков, скорее всего, она присутствует. То есть, когда ребенок плачется и говорит, что я устал, родителю надо относиться к этому более внимательно, а не то, что с недоверием, что он как-то хочет улизнуть от выполнения домашних заданий. И отлынивать от чего-то. Тут я уже вернусь к тому же, с чего начал, и хочу обратить внимание слушателей на то, что прежде чем обвинять подростка, что он устает или он лентяй, надо разобраться. И вот именно серьезное заболевание как бы вычленить, исключить, потому что на самом деле вот с пациентами, с больными я встречаюсь, может быть, не так часто, но встречаюсь. Именно вот некоторые заболевания, они так вот начинаются с такими симптомами, которые неопределенны, невнятны. И вот отличить от настоящего заболевания бывает трудно, но на эти симптомы обращать внимание надо, в том числе на усталость. Если мы исключаем серьезное заболевание еще раз, тогда уже ситуация развивается проще. Сергей Николаевич. Да, я хотел бы лишь добавить, что сам подростковый период, он, конечно, связан с такой эмоциональной лоббильностью ребенка, ну, подростка. Может быть, повышенной конфликтностью, уязвимостью. То есть это уже фактор такой значимый, который забирает много сил. Второй момент в том, что вот как раз увлечение гаджетами ведь нередко происходит и в поздние часы, а нередко и ночью. То есть подростки банально просто не восстанавливаются, присидев полночи с телефоном или с компьютером. А именно это то время, когда мозг восстанавливает свои ресурсы, когда идет максимальное восстановление организма. Он как раз потратил на эти игры и с утра, естественно, он не восстановился. И день, второй, неделя, месяц, естественно, накапливается тот дефицит внимания, энергии, которая потом начинает сказываться. Поэтому это тоже такие вот сам по себе биоритм, сам по себе режим. Он очень важен, ну, как для подростковых, хотя и для взрослых. То есть взрослые тоже, имеющие ночные смены, представьте, там врач поработал смену, потом ночное дежурство прошло, нередко потом снова на смену идет. То есть это, сами понимаете, нагрузка очень серьезная, ответственность. И, в общем-то, идет истощение. И как следствие накапливается вот тот груз усталости, который в итоге может привести к этому синдрому. Ну, вот вы как-то все игры, напряженность какая-то сладкая. Ну, а вот такой фактор, как генетика человека, неужели не влияет на его выносливость, на его способность уставать или, наоборот, так сказать, быть длительное время в тонусе? Тоже читал по данным статистики, примерно вот около 50% как раз отдается на роль генетики, а прежде всего устойчивость к стрессу. То есть помимо инфекции еще значимый фактор, который забирает огромное количество ресурсов, это стресс. Подверженность стрессу и умение адаптироваться, переносить его. Все-таки мозг поглощает огромное количество энергии, находясь особенно в стрессовом состоянии. Так вот, в данном случае генетика, как мы правильно отметили, имеет очень значимую роль. И человек, умеющий адаптироваться к стрессовым факторам, он, собственно, стресс переносит гораздо легче, значит, и меньше в нем копятся последствия этого стресса в виде нарушений, дисфункций разных систем. Человек подверженный, конечно, гораздо быстрее страдает и истощается, и как раз выходит на грань заболевания. Ну вот вы, врачи, профессионалы, можете ответить на такой, ну, детский вопрос, как я считаю. А, собственно, что устает при синдроме от усталости? Мы говорим, мы устаем. А что устает-то? Где находится центр дискомфорта или боли? Как проявляются симптомы этого заболевания на физическом, эмоциональном, ментальном, духовном уровнях? Ну, давайте, Владимир Викторович, попробуйте, а Сергей Николаевич продолжит. Я еще хочу несколько продолжить вот разговор о причинах синдрома хронической усталости, а потом плавненько перейду к этому вопросу. Вот, на мой взгляд, на первом месте среди причин хронической усталости я бы поставил стресс. Стресс. Ну, такая вот, такой термин, он достаточно известный. Он уже существует с начала 20 века. Это Ганс Селье был такой известный канадский ученый, который, собственно, его внедрил в клиническую практику. Вот, и вот эта теория стресса, она по большому счету объясняет многие проблемы и является, на мой взгляд, одной из причин возникновения синдрома хронической усталости. Он что выяснил о том? Он выяснил то, что вот на начальном этапе любого заболевания и при возникновении ситуации, связанной с травмой, организм человека или животного отвечает одинаково. Он начинает какие-то вырабатывать адаптивные механизмы. Развивается так называемый адаптационный синдром, который, как правило, протекает по трем стадиям. Это стадия тревоги, ожидания, стадия приспособления и стадия истощения. Так вот, на любой из этих стадий может возникнуть поломка. И, соответственно, вот такая патологическая ситуация может развиваться. А для того, чтобы она не развивалась или как бы сделать какие-то профилактические мероприятия, надо быть готовым к возникновению этой ситуации. И элемент детренированности, истощения, он тут присутствует. На втором месте я бы поставил вирусную теорию возникновения синдрома хронической усталости или вот синдрома истощения. Ну и вот Сергей Николаевич уже объяснял это и рассказывал о том, что есть определенные элементы наследственности, генетики, которые присутствуют при возникновении этого синдрома. И вот здесь важно вычленить наличие этого генетического фактора, чтобы нам найти правильный подход к лечению данной патологии. А что касается центров, центры удовольствия или центра боли, так у нас головной мозг существует, где все относятся к центральной нервной системе и где эти центры присутствуют. И соответственно, есть определенные гормоны, уровень которых определяет центр уровень боли или удовольствия, которое возникает. Например, такой гормон как дофамин или допмин, который используется в частности в лечебной практике. А есть гормон усталости? Гормона усталости как такового нет. Это все зависит от того уровня гормонов, который у нас присутствует. А именно такого гормона нет. Вы говорите, есть центр боли, есть центр удовольствия. А я спрашиваю как раз о том, что собственно говоря устает? Есть какой-то центр усталости? Что такое усталость-то вообще? Ну, да, Сергей Николаевич. Усталость это все-таки состояние истощения ресурсов психических и физических, которые мозг нам позволяет воспроизвести. То есть я вот такую небольшую схемку набросаю. Ну, понимаете, истощение я воспринимаю как пустоту. Но когда я устаю, я не ощущаю себя пустым. Наоборот, это скорее. Нужно мне ни руку поднять, ни ногу там. Понимаете, какие-то другие ощущения. Я вот не понимаю, как врачи-то это все классифицируют. Устал человек или что-то у него другое? Усталость это ведь субъективное ощущение. То есть человек просто нам передает свои ощущения, что вот эта усталость, то есть мне сложно что-то начать какое-то дело. Я очень быстро устаю. Только начав какое-то... Да-да-да, сложно начать какое-то дело, это прокрастинация вообще начинается. Когда человек не начинает по каким-то другим причинам, но это вовсе не говорит о том, что он устал. Ну, хорошо. Он, начав выполнять какое-то дело, очень быстро утомляется. То есть ему хочется полежать, отдохнуть. Внимание, концентрация внимания резко снижается. Эффективность выполненных результат страдает. То есть вот описав вот этот симптомокомплекс, мы понимаем, причем, если мы говорим о синдроме хронической усталости, то это ведь не какая-то сиюминутная усталость, а усталость, которая длится достаточно длительный период. Мы говорим о шести месяцах. Тогда мы уже можем понимать, что идет истыщение. То есть длительный период, он и дает то истыщение. То есть организм не способен сам восстановиться. Ночью человек встает неотдохнувшим. Есть какой-то центр усталости? Или это вот отдельная распределенная система? Есть центр в голове, в левой ноге, в правой пятке, еще где-то? Или есть где-то общий координирующий центр, который отвечает за усталость организма в целом? Ну вот смотрите, есть у нас лимбическая система. Так вы поясните нашему, так сказать. То есть в головном мозге есть центры, которые координируют работу нашего организма и помогают нам, содержат какие-то образы, состояния, которые потом мы можем воспроизвести. Лимбическая система, там есть два таких мощных центра. Это гиппокамп и миндалевидное тело. Миндалевидное тело – это сигнализация, которая встроена в мозг. Вот когда человек испытывает стресс, вырабатывается гормон отпущенников кортизол, он мобилизует организм к решению какой-то задачи. То есть все ресурсы организма направлены на решение задачи. Это нормально. Но если этот стресс затягивается, следует второй день, третий день, неделя, то есть организм постоянно, борясь с этим стрессом, организм акцентируется на каких-то функциях. То есть мобилизуется там сердечно-сосудистая система, активируется внимание, но в то же время подавляются другие функции. То есть нельзя все однопременно активировать. Так вот, как раз гиппокамп подавляется. Гиппокамп отвечает за эмоции, за мотивацию, за обучаемость, за... Это наш навигатор, который определяет наше... Помогает нам ориентироваться в пространстве. То есть все эти функции, познавательные какие-то, они подавляются. Подавляется сексуальное поведение, пищевое поведение. То есть у человека, естественно, снижается либидо, отсутствие аппетита. То есть формируется вот... Мобилизация одних функций за счет других. И длительное вот это состояние, оно как раз ведет к истощению. Потому что коротковременный стресс мобилизует, помогает организму запуститься, активироваться, преодолеть. Длительный стресс, мы говорили, он переходит в стадию истощения. И почему снижается, мы сказали, внимание мы объяснили. То есть таким образом организм как раз выходит в этот синдром хронической усталости. Ну, давайте сейчас дадим нашим слушателям немножко осмыслить то, о чем говорилось, и уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим нашу беседу. Умапалата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача Умапалата. И я, ее ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Синдром хронической усталости». И мы продолжаем беседу с гостями программы, членами Вятского интеллектуального клуба, профессиональными врачами, Владимиром Викторовичем Шубиным, директором Кировского медицинского колледжа, и Сергеем Николаевичем Шипицыным, заведующим отделением рефлексотерапии клиники «Совермет». Уважаемые коллеги, вот можете ли вы более подробно рассказать нам, кто чаще всего подвержен вот такой хронической усталости, кто, так сказать, в группе риска находится, по каким признакам вот этот риск, возраст, пол, может быть, климат региона, экономический фактор. Владимир Викторович, начнете. Давайте я начну. Ну, во-первых, синдром хронической усталости, он был впервые описан в так называемых цивилизованных странах, в странах Запада и в Америке. Ну, в частности, в Америке были, первые статьи появились, когда один из докторов описывал состояние пациентов после перенесенной вирусной инфекции, где-то в 80-х годах. Потом, соответственно, появилась определенная статистика, и в первую очередь этому заболеванию или состоянию подвержены жители крупных мегаполисов, крупных городов, люди, которые активно занимаются предпринимательской деятельностью, люди с повышенной ответственностью профессиональной, ну, такие как авиадиспетчеры, врачи, учителя и так далее. Люди, которые у нас где-то мы не привержены физической активности, физическим занятиям, возраст, возраст, ну, мы уже упоминали, это такой достаточно широкий возраст, от 40 до 60 лет, чаще болеют подверженные женщины, ну, а касается территориальной принадлежности, то вот это жители северных территорий, во-первых, там и раньше всего об этом начали говорить, и, соответственно, и статистика какая-то появилась, и присущая вот именно жителям северных территорий нашего земного шара, скажем так. Сергей Николаевич. Ну, я поделюсь своим опытом, еще раз повторюсь, что примерно в равной степени обращались и мужчины, и женщины. Мужчины действительно делового склада, предприниматели, бизнесмены, которые ведут какое-то дело, отвечают за него, которые болеют душой за него. Женщины тоже самое, то есть ответственные, то есть, которые и семейные дела ведут, и активно участвуют в социальной жизни. Ну, вот в плане причинности, если мы говорим о стрессе, то тут, наверное, как бы все-таки более, если причина стресс, да, более молодая категория. А вот если говорить о постковидном синдроме, мы с ним тоже столкнулись, тут, наверное, все-таки более характерна, более старшая категория людей. То есть, именно они тяжелее выходят из стресса, уже неся груз хронических заболеваний, им тяжелее справиться вот с этой постковидной реакцией, постинфекционной. Поэтому тут возраст, он все-таки сместился в сторону более старшего. 50-60-70 плюс. Вот, ну, я вот, по крайней мере, то, что видел, у этих людей более затяжное течение, более сложный выход, более тяжелое последствие заболеваний. То есть, вот так могу сказать. Ну, мы вот до перерыва вскоре упомянули, что есть одна из теорий возникновения вот этого синдрома хронической усталости, так сказать, вирусная теория. И, между прочим, в России после вспышки ковида-19 исследования делают, ну, скажем, выявляют какую-то взаимосвязь между вот этой инфекцией и действительно хронической усталостью. То есть, это объективные научные данные. Так, возможно ли создание, скажем так, прививки от усталости, как вот прививка от каких-то инфекций создается? То есть, может быть, тут подход к лечению принципиально должен быть иной, не отдых, а в кололии, так сказать, уколчик какой-то, и все прошло. Владимир Викторович, как вы думаете? Подумаешь, укол, укололи и пошел. Да, действительно, мы последние два года активно взаимодействуем с вирусом COVID-19, активно с ними боремся. И уже появился какой-то опыт в лечении и реабилитации таких пациентов. Но я хочу сказать о том, что вот, когда отслеживаешь ту литературу, которая выходит в качестве пособий для лечения, вот только одних методических рекомендаций по оказанию помощи пациентам вышло 16. Ну, соответственно, за эти два года изменились несколько подходов к лечению, к ведению таких пациентов. И вот последний год, последний год уже речь идет о том, как проводить реабилитацию больных, которые перенесли это заболевание. И вот тоже вышли рекомендации, довольно-таки интересные, обширные рекомендации по реабилитации таких пациентов. Мне они очень понравились, когда я их изучал. И надо сказать, что в этих рекомендациях вот прописан такой комплексный подход по реабилитации таких пациентов. И именно сделан акцент на том, на то, как проводить реабилитационные мероприятия у пациентов, которые имеют сопутствующую патологию или после перенесенного COVID-19 вот развился тот или иной синдром патологический, связанный с системой дыхания, с сердечно-сосудистой системой, с мышечной или суставной системой. И разработаны вот такие комплексы или программы реабилитации, которые включают в себя несколько направлений. И надо сказать, что вот уже наши санатории, которые существуют и работают на территории Кировской области, в эти программы реабилитации включены, и пациенты, которые перенесли COVID-19, уже получают специализированное лечение в санаториях Кировской области. То есть в том числе и от хронической усталости, да? В том числе и от хронической усталости, потому что этот вирус ведь и последствия, постковидный синдром, одно из проявлений, это усталость. Сергей Николаевич, я так понял, что в своей практике вы часто сталкиваетесь с людьми, которые подвержены вот усталости хронической, не хронической, всякой разной, в том числе и стрессом. Вы-то как их лечите? То есть я так понимаю, что пока без прививок? Ну, отвечаю, во-первых, на предыдущий вопрос. Считаю, что прививка здесь не актуальна. То есть прививка все-таки это специфическое лечение, то есть мы должны понимать, против чего мы делаем, а причинами и факторами могут выступать разные ситуации в данном синдроме. То есть мы некоторые упомянули, но ведь мы даже не все упомянули. То есть стресс, прививки, естественно, не будут. Вирусные инфекции ведь тоже разные. То есть вирусы герпеса, цитомигаловирус, мононуклеоз, то есть их масса, то есть и у каждого отдельного пациента может различный вирус поражать его системы. помимо того, что мы сказали, ведь могут быть и вредные привычки у человека. Кстати, вот вирус герпеса как раз упоминают в связи с синдромом хронической усталости, что они какие-то очень близкие по форме или по содержанию. И тогда, когда людям, которым свойственным синдромом хронической усталости, у них часто бывает развит герпес. тоже важно понять, что первично, то есть возможно сначала падает адаптация человека и его ресурсы на этом фоне вирусы, которые у нас у всех персистируют, они активно развиваются и их находят. То есть тут просто важно... Вы-то как лечите? Как мы лечим? То есть поскольку я невролог, невролог, иглорефлексотерапевт, то есть к мне пациенты с чем обращаются? Как раз с повышенной утомляемостью, вот все описывают в классике, то есть встаем с усталостью и лыжимся с усталостью, что-либо какое-то либо дело выполнить необходимо затратить много сил, падает память, падает внимание. Ну и тропность вирус к нервной системе она безусловно есть, поэтому очень часто оживают заболевания хронические, заболевания нервных стволов, невриты, неврологии, остеохондрозы обостряются, артрологии, воспаляются суставы, мышечные боли, мелгии, то есть весь неврологический комплекс он во всей корсе себя проявляет, причем все, что было, как правило, у человека, какие-то его слабые места, то, что уже чем он страдал когда-либо обостряются, плюс к этому нередко еще что-то добавляется, и поскольку человек истощен, он уже перенес ковид, то есть элементы интоксикации, то есть он очень непросто с такими пациентами, потому что организм уже изможден, он уже прошел курс лечения тоже тяжелого, поэтому лечение всегда комплексное, то есть конечно его ведет и теряет У нас не так много времени остается, а я все-таки должен задать, мне кажется, такой вопрос, вот насколько это заболевание, давайте будем пока именовать так, как мы именуем хроническая усталость, вот, оно, насколько оно опасно, да, и какие индивидуальные меры предосторожности или профилактики людям следует осуществлять, ну, да, по очереди, я думаю, что каждый ответит на этот вопрос, Владимир Викторович, с вами, я бы ответил так на данный вопрос, если есть проблема, ее надо решать и уходить от этого заболевания и наплевательское отношение к своему здоровью, оно здесь неуместно, если есть вопрос, есть проблема, ее нужно решать и находить выход из той ситуации, которая... Ну, а какие-то практические советы, может быть, вы ведь устаете, тоже вы живой человек, что вы делаете для профилактики своей усталости? Я меняю сферу деятельности, именно от умственной деятельности, от умственной работы переходишь к физической или куда-то уезжаешь, и это эффективно для меня, в частности. Сергей Николаевич. Синдромом, данным синдромом, безусловно, надо заниматься, поскольку качество жизни очень здорово страдает, то есть, человек просто не испытывает никакой радости жизни. Мы с вами уже обсудили, сколько сфер страдает, то есть, мотивации нет, апатия, нередко депрессия. У человека элементарные какие-то жизненные процессы очень сложно начинать и доводить до конца. Более того, если не решить проблему на этом этапе, безусловно, она усугубится и уйдет в какое-то еще более глубокое русло. То есть, это может быть глубокая депрессия, может быть сахарный диабет, то есть, проблемы соматического характера такие, которые уже не просто с усталостью связаны, а со серьезным нарушением здоровья. То есть, это все равно истыщение человека. То есть, просто проявляется на данном этапе его повышенной утомляемостью и снижением работоспособности. Но прежде всего страдает клетка ее энергоресурс. То есть, она не может выполнить свою функцию. Поэтому, безусловно, надо решать эту проблему. Что касается меня, и как я это вижу, ну, во-первых, человеку надо осознать, что надо что-то менять. Если есть вредные привычки, безусловно, от них надо отказываться. Если есть гиподинамия, обязательно включать в течение дня комплекс, хотя бы минимальный комплекс 15 минут, 20 минут. Минимальный комплекс упражнений. Прогулки. Конечно, никто не говорит, надо бежать в спортзал там или на пробежку, потому что возможности такого человека ограничены. Начинать с малого. Небольшие прогулки. Увеличивать постепенное расстояние. Айронная нагрузка уже хорошо. Человек подышал, кислород поступил, органы запустились. Минимальный комплекс тоже такие люди, безусловно, могут сделать. Питание. Рациональное питание. Не будем во все подробности вдаваться, но опять-таки, чтобы полноценный белковый комплекс был, жиры, углеводы, витамины, минералы. То есть, если человек не может сам обратиться к специалисту. Далее. Можно использовать дыхательные практики. Очень хорошо действуют. Они и наполняют энергией, и снимают психическое напряжение. Просто ритмичное дыхание. Это побутейка. Просто кто занимается йогой или цигуин, с этим уже знакомы. Если не возвратите, я даже немножко расскажу. Есть время у нас? Пол минуты. Хорошо. На 10 счетов мы вдыхаем, про себя считаем до 10, делаем медленный вдох. На 10 счетов мы задерживаем дыхание. И на 10 счетов мы выдыхаем. Потом цикл повторяется. Если не можете на 10, делаем на 8. Если можем на 10, делаем на 10, потом на 12, то есть 14, 16, то есть еще раз, 10 счетов вдох, 10 счетов пауза, 10 счетов выдох. То есть такое ритмичное дыхание очень благодарно влияет и на психику, и на физическое состояние человека и помогает избавиться от этого стресса. Ну, коллеги, можно еще много говорить, но, к сожалению, время нашей передачи заканчивается. Я благодарю вас за интересную беседу, за глубокие ответы. Напомню, что сегодня в гостях программы «Ума палата» были члены Хвятского интеллектуального клуба, профессиональные врачи Владимир Викторович Шубин, директор Кировского медицинского колледжа, и Сергей Николаевич Шипицын, заведующий отделением рефлексотерапии клиники Сувермет. На этом мы прощаемся. До свидания. Всего вам доброго. И будьте здоровы. Благодарим за внимание. Будьте здоровы. «Ума палата»